Вести, Украина, Зеленский на Генассамблее ООН, что происходит в США, обновляется. Виталий Ермоленко, Вести.УА, Украина. 24 сентября 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Соединенных Штатах Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что глава государства выступит с речью во время общих дебатов, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития. В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. По состоянию на 12.30 стало известно, что президент Владимир Зеленский уже встретился с представителями украинской общины и поблагодарил их за поддержку Украины. Вы – наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны, подчеркнул Владимир Зеленский. Также Зеленский добавил, что ожидает мощную, предметную встречу с Дональдом Трампом. Он также отметил, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов и выразил надежду, что встреча в нормандской формате состоится в ближайшее время. Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать, сказал глава государства. Также по теме, это не у Йоркера. Зеленского может задеть ударная волна предвыборного скандала в США САУ. Зеленский предложил России мир, но разрешат ли США? По состоянию на 11.30 выяснилось, что 10 членов российской делегации не получили американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, несмотря на то, что документы подавались в срок. В России возмущены нарушением США обязательств перед международным сообществом. Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с Трампом будет мощной. Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка США и выразил надежду, что встреча в нормандском формате состоится в ближайшее время. Тем временем президент США заявил, что не угрожал украинской власти отменить военную помощь в случае, если она не будет расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена. Он также заявил, что не оказывал давления, хотя мог. Стало известно, что депутатскую группу Верховной Рады по межпарламентским связям с США возглавил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахами. Его заместителями избраны депутаты от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий и от «Батькивщины» Валентина Левайченко. Секретарем группы назначен еще один представитель СЛ – Святослав Юраш. В первую очередь по приезду в США президент пообщался с диаспорой и рассказал о своих планах по восстановлению территориальной целостности Украины. Также он прояснил, чего ожидает от Дональда Трампа. Напомним, Владимир Зеленский прибыл в США в понедельник, 23 сентября, поздно вечером, по киевскому времени. Вести рассказывали, почему для Зеленского было бы правильно перенести визит в США. Также мы анализировали, чего ждать от исторического свидания Трампа и Зеленского после того, как американский лидер не встретился с президентом Украины в Польше и втянул его в скандал с телефонным разговором. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.